В нашем городе случаев бешенства не регистрировали практически полтора года. Однако это опасное заболевание выявили в марте по соседству в Дивеевском районе. На праздники люди подобрали на улице кота. Через 10 дней у него появились симптомы и животное погибло. Теперь все, кто контактировал с ним, проходят курс лечения. Государование Дивеевского района сейчас проводит полномасштабные карантинные мероприятия. Как по бешенству, то сейчас идет досмотр всех животных, которые они могут обнаружить у владельцев. Проверяются прививки от бешенства, вакцинируются все непривитые животные. То есть сейчас будет проведена полная осмотр и вакцинация во всех восприимчивых животных. Начиная от кошек, собак, кончая коз, коров и все остальное. Саров не попадает в карантинную зону. Но сотрудники госветуправления напоминают саровчанам о необходимости соблюдать максимальную осторожность при общении с незнакомыми животными. Если вы видите, что животные неадекватные, как говорится, перестрахуйтесь. Хотя бы меры личной гигиены надо соблюдать. Перчатки, как говорится, если оно неадекватное, не дай бог, агрессивное, лучше вообще не подходить. Или соблюдать действительно очень большие средства личной безопасности. Перчатки, так, чтобы не прокусилось. Но не дай бог, если оно все-таки бешеное, то бежать к врачам сразу же. Самая лучшая защита от вируса бешенства – это прививка. Даже если подобранные с улицы кошки и собаки вирусы носители, то в 90% случаев есть гарантия, что животное после вакцинации не заболеет. В госветуправлении могут сделать бесплатную прививку от бешенства. Если животные выходят на улицу или выезжают куда-то на природу, даже просто кратковременно, прививка от бешенства здесь обязательна. Потому что, не дай бог, как говорится, вы даже не увидите, там не сильно бешеная мышь укусила ваше животное, как говорится, и его из-за рожения может быть. Телефон для справок 49 200. Обращаем внимание, что кошки и собаки не могут передавать коронавирусную инфекцию человеку. Об этом заявила президент общества ветеринарной диетологии и клинического питания Дарья Федотова в интервью российской газете. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.